Продолжение следует... В этом списке актера более 32 сыгранных ролей с 1941 года по 1973 год соответственно. Но наиболее популярные фильмы, сыскавшие любовь зрителей, это «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Выход дракона». Жизнь этого легендарного человека достойна сотни обзоров. Мы же скромно остановим свое внимание на кинокартине 1972 года «Кулак ярости» или, если вам угодно, на американском названии «Китайский связной». Кинокартина режиссера Ло Уэя по его же сценарию повествует о молодом человеке по имени Чэн Джэн. Он возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого мастера боевых искусств, который умер от пневмонии. Словно издеваясь, японцы присылают на похороны плакат с надписью «Больной человек Азии». На дворе 1908 год, и Шанхай оккупирован японцами, поэтому они позволяют себе многое на правах оккупантов. Кроме того, японцы всячески показывают свое превосходство, унижая школу китайских боевых искусств и избивая ее учеников. Чэн Джэн теряет самообладание и идет в японскую школу боевых искусств, надирает задницы всем, кто там находится. С этого момента он навлекает на себя гнев японцев, ему приходится скрываться. Ко всему прочему, выясняется, что учитель умер не от пневмонии, как полагалось ранее, а был отравлен по заказу японских властей, дабы избавиться от сильного лидера. Чэн Джэн вступает в схватку с негодяями, оккупантами, убивает всех, кто был причастен к этому гнусному убийству. В финале Чэн Джэн погибает, но погибает как истинный герой своего народа. Кинокартина имела настолько феноменальный успех, что породила целую гору продолжений и ремейков, в которых снялись не менее достойные актеры. Джеки Чан, Джет Ли, Стивен Чоу и Донни Йен. Из-за расовой темы и личных разногласий режиссер Лоуэй и Брюс Ли прекратили свое сотрудничество после этой картины. Очень заметно, что в этом фильме Брюс Ли направил жанр боевых искусств в совершенно другом направлении, чем снималось до сих пор. Его авторитет в кинопроизводстве Китая, фильм от фильма, становился все солиднее и солиднее. Стоит отметить, что с этого фильма Брюс Ли сам ставит хореографию своих поединков в кино. Кинокартина «Кулак ярости» была снята на студии «Голден Харвест» и спродюсирована продюсером Рэймондом Чоу, который займется продюсированием большей части фильмов Джеки Чана в 70-80-х годах. Кстати, сам Джеки Чан сыграл одного из учеников школы кунг-фу, а также был дублером злодея Судзуки, когда того буквально вынесло через бумажную стену от удара Чен Жена. Самого Брюса Ли в одной из сцен дублировал актер Юэнь Ва, который снялся в роли японца у входа в парк. Тот же Юэнь Ва или снявшиеся в фильме «Молодые» Юэнь Бьяо и будущий хореограф экшн-сцен Кори Юэнь – культовые имена в фильмах о боевых искусствах и по сей день. Кинокартина снималась в Гонконге, примерный бюджет составил 100 тысяч долларов. В США фильм был дублирован на американский английский язык, а также изменено название на китайский связной, так как в это время был очень популярен боевик с Джином Хэкманом – французский связной. Уже не одно поколение китайцев выросло на таких фильмах, как «Кулак ярости». Надо сказать, что противостояние культур Китая и Японии достигло апогея в годы Второй мировой войны, когда японцы в лагерях смерти замучили огромное количество китайцев в целях подготовки к бактериологической войне с Советским Союзом. Китайцы никогда не простят таких жертв, и поэтому тот же «Кулак ярости» – очень личный фильм для нации, который многие смотрят, роняя слезы. В кинокартине в финале звучит песня, в которой есть слова, «И тогда я сжимаю свою ладонь в кулак ярости». Действительно сильные строки. После выхода картины Брюс Ли окончательно становится суперзвездой кино, у которого появляются фанаты даже за океаном. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Удачи!